шалом мы с вами изучаем сидур сидур он называется сидур потому что в нем все упорядочено месу дар там есть седр порядок седр поэтому называется сидур и мы идем по порядку сначала мы учили биркота шахар самого утра потом идет молитва потом можно покушать что-нибудь и сказать браху на еду и потом биркот амазон или другие благословения после еды и после этого можно уже отправляться в путь выходе дорогу и сегодня наша тема это фиатадерах дорожная молитва неважно куда мы направляемся куда мы держим свой путь всегда дороге могут быть какие-нибудь опасности человек дорога он подвергается опасности неважно он пешком на автобусе трамвае на троллейбусе на лошади на телеге на ишаке даже на корабле на самолете на велосипеде неважно дороге человек он более уязвим он выходит из дома дома так как крепость выходит из дома на открытое место и теперь мы не можем узнать что нас ожидает в дороге поэтому стоит сказать пару слов об охране нас в дороге охраняли хм ангелы что была охрана интересно что пола хе даже человек который должен молиться в меня не пустим филат на риф ему позволяется вечером если на улице темно молиться самому одному в одиночку не ходить навыку в меня потому что дорога это место опасности ночью это тоже место опасности ночь такая ночная дорога это вдвойне место опасности поэтому если там нету фонарей и там это место оно безлюдное то тогда говорится что пусть будет лучше помолиться дома чем себя подвергать опасности эти синагогу в темное время суток по страшной дороге еще интересная вещь что когда человек находится в дороге то считается что он как будто оставляет за собой все что было свое прошлое он выходит на новую дорогу идет вперед и это это время сделать чего время для раскаяния как бы как будто начинаем новый лист до оставляем прошлое и выходим на что-то новое это циаля дырых выходе дорогу это это время подходящие для для сотки чего здесь целый чего мы часто с вами уходим дорогу наше время многие каждый день куда-нибудь ездит на работу так далее имеется ввиду когда человек выходит как бы в дорогу за пределы города или за пределы деревни за пределы любого населенного пункта там где нет домов там люди живут вот вышли за пределы населенного пункта и тогда это в таком случае говорится и правда что такое тоже может очень часто быть и получается у нас сейчас возможность делать чувак любви нахман непреслов он про себя говорил что он сам иногда в один день он несколько раз чувствовал кого-то начинается заново как будто он падал что-то не получалось он как будто снова вставал и начинал все заново предсказано столько послуг книги мишлей мишлей кавдалит кише вае поль цадик векам уруша им и хашлю вераа кише ва и поль цадик векам шева как 7 даже 7 раз человек может упасть и он все будет вставать цадик он падает даже 7 раз встает падает встает то есть какие-то падения какие-то прегрешения наши которые наши неудачи наши оплошности они не должны влиять на то что мы отчаянив отчаянився все время можно снова встать и пойти дальше снова выходить на новые дороги поэтому дорога это место такое интересное с одной стороны мы будем путешествовать люди даже некоторые машине едет успокаиваются как это рефлекс такой релакс такая терапия 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 в машине есть такое есть маленькие дети которые плачут плачут пока машину не посадишь они машине успокаиваются другая это успокаивать мы видим новые виды это время а дума обдумать сделать чего но также это время для опасности потому что в дороге находится музыкин не только разбойники которые говорят о жизненный кошелек не только там какие-нибудь злые дикие голодные звери просто как-то музыкин который мы говорили про них раньше разные чертики которые все время дорогах они хотят сделать что-то было не так как это нам на столе поэтому награды дырых и давайте точно разберемся когда именно говорит от фиады дырых обычно написано это все дурах приводится на посмотрим несколько законов когда говорит этот фиады давайте взглянем на на текст из си дура когда говорит этот фиады дырых это написано на старомодном иврите но ничего много книг написано таком видит поэтому надо это надо это тоже привыкать к такому ивриту давайте посмотрим есть да вот видите что фотография тоже подходит под старомодный иврит давайте почитаем постараемся разобраться когда именно говорит от фиады дырых написано так а ю цели дырых что такое а ю цели дырых а ю ци буква г это значит а ю ци тот который выходит дорогу как бы как миша ю цели дырых как бы миша ю цели дырых который выходит дорогу который выходит дорогу а ю цели дырых а филу от рака от парса дариса дорога не очень длинная расстояние в парса парса это 4 мили это мили не морские это мили не американские это мили которым пользовались хазаль примерно скажем километр то есть четыре километра получается парса но чуть побольше это расстояние парса вот такой дороге царих лид полель тфила дырых интересно что это называется тфила тадырых не браха а тфила по карте мы сами учили бархот это интересно потому что наш вкус называется слова молитвы на иврите но мы уже прошли больше половины курса и по карте будет одним проход а сейчас наконец-то мы дошли до чего-то называется тфила тфила тадырых хотя она не очень длинная намного покороче чем биркат амазон например семья называется тфила тфила тадырых царих лид полель висан тоже лид полель не сказать браху нервисный леварых висан лид полель молиться тфила тадырых тихо лид полель тфила тадырых такая маленькая тфила маленькая молитва оваль и могу царих на лехет поход не парса но если он должен идти поход меньше не парса чем просто поход не парса поход не просто меньше чем просто это сравнение поход не парса меньше чем поста мид полель бель ухать ма мид полель в настоящее время он молится как вы видите он должен молиться да он молится белил Лё это нет, а белё такая старая форма, как бы сказать бли, без, как будто без. Белё. Белё хатима. Бли хатима. Что такое хатима? Хатима это имеется в виду в конце. В конце брахи мы говорим баруха та ашеми лакену мелехолам и заканчиваем браху, это называется хатима. В конце, да, то что хатим, как хатам, есть такое слово хатима, подпись может быть на современном иврите. Хатим это печать, то чем заканчивается любое письмо и молитва заканчивается хатимой. Так если он идёт в дорогу, которая меньше, чем парса, короткая дорога, то мы говорим, как бы, этот филу, мы просим, чтобы нас охраняли, но мы не говорим баруха та ашеми. И дальше. А валь имгу маком сакана, если это место, куда он идёт, эта дорога, эта дорога опасная, маком сакана, место опасности, маком сакана, а филу бепахот ми парса, даже в случае, когда это меньше, чем парса, царих литпалель бахатима. Должен молиться и в конце сказать баруха та ашеми, как обычная бараха, как любая молитва, которая заканчивается баруха та ашеми, потому что это место опасное, тогда уже расстояние не имеет значение. В опасном месте, маком с барахой, в конце баруха та ашеми, и дальше, скоро увидим. Когда это говорится, то есть, когда заранее надо сказать, когда только выше надо сказать, на самом деле, это есть много мнений на эту тему, просто мы почитаем, что здесь написано, но это не единственное мнение. Есть мнение, что можно сказать это и заранее, и даже есть мнение, что можно сказать это уже в Шмунайсре. В Шмунайсре есть такое место, там, где шумея шмакулейну, ближе к концу, там есть такое место, где можно вставить добавки на проносу, на заработки и так далее. Есть мнение, что там уже можно сказать тфилаты дырых. Получится очень красиво, потому что тфилаты дырых и шмакулейна заканчивается одинаково. Брухата ашем шумея тфила. Она как раз там очень подходит, как будто описание для этого она была написана. Брухата ашем шумея тфила получается очень гармонично. Здесь написано так. И так большинство людей себя ведут. Когда говорят тфилаты дырых, тэхэф кшаюце ми бура шель ир, црихлит палель тфилазу. Когда молятся, тэхэф, то есть сразу, когда он выходит, тэхэф кэше. Кшэ это когда? К этому говорим не в вопросе, вопрос таматай. А когда выходит кэше, как это, каашэр, тэхэф сразу, тэхэф каашэр, кшаюце. Когда он выходит ми бура шель ир, слово бура надо понять. Что-то городское, да, что-то городское. Ну, скажем, городская черта. Есть городская черта, потом после этой черты есть еще ибур, как иша ми уберет. Беременные, иша ми уберет, беременные женщины. Ибуру, это как у барата, то, что находится в животе у беременной женщины. Мы как бы проводим такую, как бы, линию невидимую за городом на расстоянии, ну, скажем, куф мэм ама, тоже есть разные мнения. Метров пятьдесят, скажем, да, за городом. И вот после этой линии, как бы, чуть-чуть расширяем ир, как ибур, да, как живот, женщина, он немножко расширяется. Мы как будто расширяем немножко город. И вот за этой линией уже можно говорить, царих литпалель тфилазу. Царих литпалель тфилазу, эту молитву. А если забыл? Виим шахах. Шахах, забыл. Инфинитив лишкоах. Я забыл, а не шахах ти. Шахах, это он забыл. То есть кто это? Он, любой из нас, да, такой общий язык, общая форма. Если забыл, виим шахах. Что туда делать? Митпалель кользман шу бадырых. Митпалель. Молится все время, что он в дороге. Митпалель кользман шу бадырых. У бельват, это ограничение, а только бельват, за исключением, только шелё, иге, адайн, тох, парса, асмуха, ле-ир. До тех пор, пока он не иге, не дошел, не прибыл, шелё, иге, пока не дошел до адайн, все еще. Тох, парса, асмуха, ле-ир. То есть пока он не находится внутри расстояния, опять-таки, парса, арбамиль, 4 мили. Которые примыкают к городу. Самух. Асамух, это как бы прилегать, примыкать. Оттуда есть слово смехут, которое мы так любим говорить, если учим смехут. Два слова вместе соединяются, как бейт, сефер, дом, книга. Это называется смехут. Асмуха, ле-ир. То, что примыкает к городу. Равин, который получает смеха, тоже там смеха. Ему кладут руку на голову. То есть тоже есть этот элемент смехи, смеха. Смеха, ле-ир. Ир, его город, это имеет в виду город, куда он идет. Это может быть и не город, а любое населенное место, как мы сказали. Де-ми-ша-ам. Де-это вместо ше на старом. Иврите, это пришло из арамейского языка. Ше-ми-ша-ам, так как оттуда, ми-ша-ам. Оттуда. Вей-лах. И далее. Юмар-отта-бе-ле-хатима. Если он забыл сказать фи-а-та-дэ-р. Он уже приблизился к городу своего назначения, к своей цели. На расстояние параса и ближе. Он, можно сказать, фи-а-та-дэ-р. Но, опять-таки, бе-ле-хатима, без бару-хата в конце. Без бару-хата Ашем в конце. Вот такие общие законы против фи-а-та-дэ-р. Опять-таки, есть очень много в этом мнений. Поэтому, каждый пусть спросит у своего равина точно, когда говорить. И что говорить, потому что есть тоже разные нусахим. Нусахим в фи-а-та-дэ-р. Слово нусах я так и не нашел ему перевод. Даже вот видел, что даже в Сидуре они пишут русскими буквами нусах. Нусах – это разные варианты молитвы. То есть, есть Ашкеназим, Сфарадиме, Дота Мизрах. Есть разные варианты молитвы. И в фи-а-та-дэ-р это особенно заметно. Очень разные виды фи-а-та-дэ-р. И в конце написано так. Такой совет. Еш, то есть, желательно. Еш ли асмих. Опять-таки, слово ли асмих. Самух. Предложить. Еш ли асмих. Тфила тадэрэх. Ли браха ахэрэд. Еш это имеется в виду надо. Надо. Еш ли асмих. Надо предложить. Тфила тадэрэх. Ли браха ахэрэд. Другой брахе. Что имеется в виду и зачем. Объясняется. Кидэй. Кидэйше для того, чтобы. Кидэй. Кидэй это для того, чтобы. Кидэйше тигье браха асмухалих и врата. Тигье это опять-таки старая форма, как тигье. Чтобы она была. Ги тигье. Сейчас бы мы написали тап ют тав гэй ют гэй. Тигье. Чтобы она была. Браха. Это этот фи-а-та-дэрэх. Асмуха ле хеврата. Прилегала к другой брахе. К своей подруге. То есть две брахи лучше вместе сказать. Почему? Потому что тфила тадэрэх она начинается со слов иардзон. Пусть будет тебе угодно. Да будет тебе угодно. Иардзон мали фаниха. Она не начинается со слов. Барухата. А любая браха она. Она обычно начинается со слов. Барухата. И заканчивается. Барухата. Так чтобы тфила тадэрэх тоже. Начиналось. со слов барухата и заканчивалась лайм барухата, тут советует сказать какую-то бараху другую, например, Ширьяцар можно сказать, или бараха хурна после еды, барана пошёт работ, или даже, можно сказать, меньше ложь, сказать эту бараху, и после неё, после этой барахи сразу уже сказать и рацион, это называется ля смих, приложить к другой барахе, и тогда получается бараха смуха лиховрата, бараха смуха лиховрата, две барахи вместе, это не обязательно, но так советуется сделать. Теперь давайте посмотрим, откуда учится эта вот обязанность, говорит Тфилатадерах, кто это впервые внёс, это очень интересно, оказывается, не больше не меньше, сам Ильяу Нави говорил про Тфилатадерах, тут есть отрывок из Талмуда, Талмуд Бавли, Масахид Брахот, дав кафтетамутбет, тут тоже много арамейского, я прошу прощения у женщин, которым арамейский не очень нужен, но мужчины в наше время без арамейского туго, поэтому тоже стоит подтянуть наш арамейский язык, давайте немножко посмотрим, попытаемся понять. Обязательно в Талмуде так, не очень большой отрывок, но это отрывок, который говорит непосредственно про Тфилатадерах. Значит, описывается такой случай. Амар лей Ильяу, это Ильяу Нави, ле Равиуда, сказал ле, как было, сказал ему, Ильяу сказал Равиуда, Ахава да Равсаля Хасида, Равиуда он был Ахава, видите, арамейский он очень похож на иврит, Ахава брат его, он был братом Равсаля Хасида, так сказал ему Ильяу Нави, Равиуда, брату Равсаля Хасида, сказал так, ле тиртах в ле тахтей, давайте я все почитаю, а потом заново еще раз пройдемся с переводом, с пониманием. Ле тиртах в ле тахтей, ле тарвей в ле тахтей, лукша ата ю цела дырых и малех бекунха в це. Окей, это первый отрывок. Ле тиртах в ле тахтей, ле тиртах, это глагол лиртоах, кипеть дословно, тут имеется в виду кипятиться, то есть сердиться, не кипятись, не сердись, ле тиртах, не сердись, не кипятись, в ле тахтей, и тогда ты не будешь грешить, потому что каос, гнев, он переводит к греху, не только к греху, кто-то гневается, он даже может забыть какие-то важные вещи, само слово, что он забывает Тору, забывает Аллаху, даже бытовые вещи он может забыть, человек это сердится, это уподавляется, как будто он в это вода зора, поклоняется идолам, почему, потому что что ты сердишься, ты же не знаешь, что все от отворца, как бы ты думаешь, что ты тут главный, так ты сердишься, нет, сердиться это плохое качество, поэтому, говорит, ле тиртах в ле тахтей, тогда не будешь грешить, у тебя не будет никаких оплошностей, сам каждый знает это по себе, что человек сердится, он вдруг делает какие-то глупости необдуманные, трудно думать в час гнева. Ле тиртах в ле тахтей. Второй совет, ле тарвей в ле тахтей. Не напивайся, не будь пьяным. Как и слово ревая, напиться до тем, что ты уже очень-очень много выпил, имеется в виду алкоголь. Ле тарвей, и снова, ле тахтей. Если не будешь напиваться, не будешь грешить. Пьяный человек, само собой, пьяный человек, он само собой. Нет отчета в том, что он делает, он может все грешить. И третий совет, кшат, кшатта, йо цэ ля дэрэх, и малех бэ кунха вэ цэ. Кшата. И когда ты, йо цэ ля дэрэх, выходишь в дорогу, и малех бэ кунха вэ цэ. И малех бэ кунха. Давайте сначала поймем, что такое кунха. Это кунха, это берется из книги Дварим, хумаш Дварим. Там есть такой пасук, цифр Дварим, ламы дбэ, пасуква, там написано авиха кунеха. Это Ашем. Говорится про Ашема, что он, он авиха, Ашем, он отец твой, и он кунеха. Ункрус переводит, кунеха очень интересно, пишет, ва ад дилей, и ты его, то есть он тебя купил. Как бы мы все владения Творца, он всех нас купил, мы все его владения. Он отец твой, он владелец твой. Кунеха, он тебя как бы купил. И малех бэ кунха, то есть имеется в виду Ашем. Что такое ималех? Ималех имеется в виду, перед тем, как выходишь в дорогу, спроси разрешение или посоветуйся с воротцом, и тогда только выходи. То есть не выходи в дорогу просто так. Ты куда-то захотел, пошел, что-то надо, пошел, не обдумав. Сначала, даже если обдумал, сначала нужно посоветоваться, как бы с Ашем, получить от него разрешение. Это говорит, и ляу нави. Ималех бэ кунха, и только туда выходи в дорогу. Почему? Потому что иногда мы не знаем, может быть, наше желание, то, что мы хотим сделать дороги, куда мы идем, может, это не совсем правильно, может, не стоит это делать. Поэтому нужно просить как бы разрешение у Ашема. Ималех бэ кунха. Так это объясним. Допустим, предположим, что есть какой-то человек, он хочет пойти, что-то соворовать. Вор. И он молится, да, Ашем, помоги мне соворовать. Говорит фиал-те-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де. То есть само собой, что такой человек, который хочет быть праведным, не хочет грешить, если он пошел на дело, как говорится, он само собой передумывает, потому что там говорится, что был шалом, чтобы мы нашли милость в глазах всех, то есть это не подходит вору, то есть Фелдерах, она как бы должна нас остановить от дурных дорог, чтобы мы не выходили куда-то, куда не стоит идти, этот Фелдерах, Малех Бекунха, и дальше Гмара спрашивает, у Майи, Малех Бекунха, ВЦ, как это сделать, как мы можем с Шемом общаться, он наслышит, а мы как его услышим, Майи, что это значит, Малех Бекунха, ВЦ, спроси разрешение у Творца, А Шем, я могу пойти, и вопрос повис в воздухе, есть разные объяснения, не будем сейчас их тут говорить, Гмара отвечает, что такое Майи, Малех Бекунха, ВЦ, как это работает, что такое Малех Бекунха, ВЦ, Гмара отвечает так, я дальше читаю, Амар Бияков, Амаров Хизда, Зуд Фелдерах, это есть Фелдерах, В Амар Бияков, Амаров Хизда, еще одно извращение, Коль Аюцеледерах, Царих Литпалель Тфератедерах, эта Гмара построена так, что сначала пришел Ильяу Нави, и дал как бы такой дружеский, не обязывающий совет, Равиуди, не сердись, не напивайся, эти вещи могут привести к греху, и перед тем, как ты выходишь в дорогу, иммэлех Бекунха, то есть дословно, дословно, поставь Творца своим царем, мэлех, тут есть слово мэлех, да кто бы ты знал, под кем ты стоишь, все твои дороги, они должны идти, исходить от желания мэлех, царя, иммэлех Бекунха, и дальше спрашивает Гмара, а как это так сделать, маи мэлех Бекунха, ВЦ, и ответ Амар Рабиаков, Амар Хизда, Зуд Филатедерах, это имеется в виду Суд Филатедерах, и дальше Гмаря расширяет этот совет Ильяу Нави, говорит Амар Рабиаков, следующую вещь, он говорит, вторую вещь, что Тфилатедерах, это не только касается Равиуда, это не только совет Ильяу, это касается всех, что каждый, кто выходит в дорогу, перед выходом в дорогу, царих, имеется в виду, посткинг говорит, что обязан сказать, литпалель Тфилатедерах, нужно молиться Тфилатедерах, опять-таки, это, видите, это, со мной, это очень короткая, все знают, короткая Тфилатедерах, но вот, другому, нужно ее молиться, да, то есть, в нее нужно вложить много чувств, потому что это молитва, и на самом деле, после нее есть еще много добавок, которые сегодня мы увидим, по крайней мере, часть из них, и дальше Гмара спрашивает, хорошо, мы поняли, она говорит Тфилатедерах, и вопрос, следующий, который вас спрашивается, Майи Тфилатедерах, а что это за Тфилатедерах, как ее молиться, Майи Тфилатедерах, и сразу дальше, после этого Гмара приводит различные тексты, как молиться Тфилатедерах, чтобы у нас в дороге была защита, чтобы дороги наши были угодны, желаемы, добавлю еще следующую вещь, что мы сказали, что, как бы, одно из объяснений слова «ималех», как бы, посоветоваться с Творцом, советоваться можно не столько с Творцом, советоваться можно с любым человеком, с близким, само собой, с Равом, перед каждым действием, когда мы куда-то собираемся поехать, тем более, если эта дорога куда-то далеко лежит, на какое-то большое дело, там, за границей, бизнес, шлихут, да, то, само собой, надо взять совет у кого-то, да, это сделать такой перевод прямой, взять совет, так не говорят, но, да, досол на сами, как бы, мы берем совет, берем, как бы, помощь. Интересно говорят, что Адмур, Меслоним, он даже советовался даже с детьми, как говорят, устами младенца глаголит истина, то есть, может, со всеми советоваться, и кто знает, может быть, то, что не скажет, может, в этих словах ты найдешь что-то, что отвечает на твой вопрос, там, у меня буквально сегодня была такая ситуация, там, у меня было какое-то сомнение, там, по поводу какого-то урока, идти на урок, не идти на урок, и я услышал, услышал, там, от учеников, от других, что, да, что этот урок, он желаем, так сказать, то есть, можно найти ответы на наши вопросы в любой ситуации, так учил Бальшемтов, что все, что мы видим, все, что мы слышим, это там, везде, в этих эпизодах, Ашемт с нами так разговаривает, дает нам ответы на наши вопросы. И написано тоже Мессиал Тешарим, что стоит советоваться с другими, чтобы человек не думал, что он самый умный, самый важный, даже кто-то стоит во главе какого-то организации, ничего страшного, посоветоваться с другими людьми, и каждый знает, что одна голова хорошо, две лучше, поэтому у любого человека, даже умного и сильного, есть советники, даже более того, зачастую советники, они больше принимают решения, чем сам этот человек, которого все знают, ну, и так далее, и тому подобное. Окей, мы переходим к Тфилатадырых. Вот ее текст, один из вариантов Тфилатадырых. Начинается, как мы сказали, не с барухата, а начинается с иерацион. Пусть будет желанно, пусть будет угодно. Иерацион. Иерацион. Сразу обращу ваше внимание, что здесь написано во множественном числе, ну, это мы, хотя, это, может быть, один человек вышел в дорогу, он сам идет, один, но он говорит во множественном числе. Гмара объясняет, что когда молимся, лучше молиться от множественного числа, как бы, не только за себя, а также за других, тогда молитва будет услышана, тогда и легче будет войти в врата молитвы. Что тулехейну лешалом. Это тулехейна слово лалехет, идти, да, как бы, направь нас, чтобы мы шли лешалом. Очень важно сказать лешалом, а ни в коем случае не бешалом, только лешалом. Сказано, что Давид послал своего сына Абшалому, сказал ему лех бешалом. Конец был плохой у его сына Абшалома. Его убили, он там застрял, в дереве повис. Вот, а лешалом, это так было сказано при Мушарабе, но так все было удачно. Тулехейну лешалом. В тецидейну лешалом, тут от слова цаад, шаги. Направь наши шаги. Направь наши шаги. Тецидейну лешалом. В тецидейну лешалом. Слово адраха, мадрих, чтобы нам указали пути, пути мира. Ветисмихейни лешалом. Опять-таки слово самух. Чтобы мы приблизились туда, куда мы хотим приблизиться к нашему местоназначению. Трена нашего путешествия, чтобы это было с миром. В тагиейну лимахоз хефцейну. Тагиейну лимахоз хефцейну. Слово леагия, пребывать. Куда мы хотим прибыть? Махоз хефцейну. Махоз это место. Место. Желаемое. Хефец. То, что мы хотим. Желаемое место. Куда мы хотим, чтобы мы туда прибыли? Тагиейну лимахоз хефцейну. Лихаим лешалом. Лихаим и симхау лешалом. Лихаим и симхау лешалом. Если мы в тот же день хотим вернуться обратно, куда-то поехали и возвращаемся обратно. Тогда мы добавляем в тагзирейни лешалом. Это уже в единственном числе. В тагзирейни лешалом. Может только я возвращаюсь. В тагзирейни лешалом. Верни меня тоже с миром. Написано им да а то лахзор мият. Ну, имеется в виду в тот же самый день. Им да а то. Если его мнение, его желание, он собирается, он хочет вернуться. Он говорит так в тагзирейни лешалом. Вообще, Тагзирейна говорится только раз в день. Если человек переезжает с места на место, то есть он куда-то поехал, потому что он дальше поехал, снова поехал. Все время как бы перевалами. Но Тагзирейна говорится один раз в день. Только если в случае, может быть, если он куда-то поехал, да, и он точно там собирался остаться, и вдруг ни с того ни с сего он решил снова куда-то в другое место поехать, и это было что-то неожиданное, тогда, может быть, он может еще раз сказать Фелдерах. Но, в принципе, считается, что Фелдерах говорится раз в день, и этого достаточно. Если он не возвращается, то он этого не говорит. Он говорит о лихаим, о лихаим, о лихаим, о лихаим, о лихаим. От руки любого врага, у рев тот, кто нам делает засаду, да, как бы, у рев, он сидит в засаде, ждет нас, поджидает нас. Так спасти нас от рук его. Вылезти разные разбойники. Мы учили, что в наиверите всегда сначала будет что или кто, существительное, а потом прилагательное, какой. Поэтому написано хайот, раот. Не как по-русски. По-русски мы говорим плохие животные. А в наиверите всегда будет животные и плохие. Хайот, раот, бадырах. Само существо, даже если нету каких-то животных в дороге, все равно мы это говорим, потому что есть разные виды мазики, вредители. Те, кто мы видим, те, кто мы не видим. Все время дороги, они находятся. Мы сказали, что это место опасности. Недавно, не так уж давно, у нас была дорожная авария в нашей семье. Ну, барухашем все остались целыми, невредимыми, кроме машины, которая сразу на свалку попала. Ну, как раз мы вспомнили, что как раз в этот день, когда случился аварий, как раз забыли сказать, фиалдадырах. Ведь фиалдадырах, она все-таки как-то, наверное, защищает. Нет, точно стоит ее говорить. И дальше. Умиколь миней пураниот. И разные, разные, разные виды пуранут. Разные пуранут, которые могут с нами случиться в дороге. Что такое пуранут? Ну, разные там бедствия какие-то, да? Пуранут, бедствия. Амитаракшот уворли улям. Постигающих мир. Амитаракшот уворли улям. Который приходит в этот мир. Этот мир, он, как говорится, не сад роз. А тут есть разные бедствия, как известно. Мы хотим, чтобы нас от этого уберегли и спасли. Похоруданут, амитаракшот уворли улям. Есть другой вариант этого. В некоторых седух написано. Ля вволли улям. Которые, как бы, собираются прийти в мир. Мне было долгое время трудно говорить вот это вот. Абаот ли улям, как будто я сам говорю, что приходят в этот мир бедствия. Лучше сказать, как то бедствия, которые собираются прийти в этот мир, но они пусть не приходят. Да потом я поняла, что почему мы сделали такое предложение. Именно так. Потому что хочешь, не хочешь, а эти бедствия, они да, приходят. Поэтому, естественно, баот ли улям, в любом случае, не приходят. Мы просим вас, чтобы нас от них просто уберегли. И дальше мы просим уже следующее, что-то другое немножко. Витишлах бараха бет ватслаха бхольма сейдэйну. То есть это касается не только дороги, а также, что будет после этой дороги. Когда мы уже пришли туда, куда мы хотим. Витишлах, пошли нам. Тишлах. Лишлох посылать. Тишлах. Витишлах бараха ватслаха бхольма сейдэйну. Браха ватслаха бхольма сейдэйну. Браха ватслаха бхольма сейдэйну. Во всех действиях рук наших. Да, уже знакомые фразы. Браха ватслаха бхольма сейдэйну. Питит нейну лхэйн у лихэсэд у лихэсэд у лихэхамим. Бэйнехэ ва вэнехолруэйну. Тит нейну лихэн у лихэсэд у лихэхамим. И как бы, ну, ответ это дословно давать. Имеется ввиду, как бы, сделать так, чтобы мы попали, как бы, в тень хэн в лихэсэд у лихэхамим. Чтобы мы обрели милость и любовь в глазах людей. И в твоих глазах. Бэйнехэ в твоих глазах, прежде всего. А потом бэйнехольруэйны. Все, кто нас видит. Тит нейна лихэн у лихэсэд у лихэхамим. Тут объясняется, что человек должен просить так, чтобы у него было там, где нужен хэн, чтобы был хэн. Там, где должен хэсэд, чтобы был хэсэд. А то может случиться наоборот. Может случиться, что человек там, где нужен хэсэд, он получает хэн. Тогда будет все наоборот. Там, где хэсэд, он получает хэсэд. Снова все будет наоборот. Предположим, человек, допустим, он пришел на работу. Хочет поступить на новую работу. Он должен понравиться работодателю. он проходит интервью, разные тесты заполняет и выполняет, он хочет понравиться. Вот он приходит на заключительное собеседование, и директор ему говорит, дорогой, ты нам очень понравился, и знаешь, я тебе дам отзадоку, вот тебе 100 долларов на расходы на карманы, на работу мы тебя не примем, но вот тебе от меня подарок. Такой человек будет очень разочарован, он хотел получить работу, срабатывать каждый месяц тысячу долларов. Вместо этого ему дали какую-то там отзадоку, он нашел хэсет, но не нашел хэн, ничего хорошего. Или может быть наоборот, человек, допустим, приехал, поехал собирать деньги, скажем, на колель, поехал за границу, пошел к какому-то богачу, ему объясняют, у меня такой колель есть, я там и учу аллахот, и мишнает, и мусар, и все-все-все, и хасидут, все, что хочешь. Там такие у меня врахим, а ему этот богач говорит, слушай, ты молодец, давай ты будешь у меня тут, приходи ко мне, будешь у меня тут рожколель, а этот человек, он вовсе не хочет никуда уходить из дома, он не хочет никуда уходить, он хочет вся, у него и свой колель. Этот человек, он нашел хэн вместо хэсета, тоже будет разочарован, то есть ему не тот ни корша не дал, а только пригласил в гости, ничего хорошего, да? Ну и так далее, и тому подобное. Объясняется, что человек не может получить сразу и то, и то вместе, и хэн и хэсет. Если был только один человек, который он удостоился получить одновременно, и хэн и хэсет, это эстера малька. Эстера малька, она пришла к царю Хашвароши, и она ему и понравилась, он и сделал хэсет. Хэн вэ хэсет. Но обычные люди, как все люди остальные, они не могут получить сразу все. То есть и богатый, и красивый, и умный, и здоровый. Это хорошо, да? Но как бы такого не бывает. Но как бы есть свои какие-то преимущества, есть какие-то в чем-то недостатки. Главное, чтобы было все в том месте, где это требуется. И поэтому выясняется, что слово Мазаль, Мазаль, это Рашид, и вот эта бригадатура Маком Мазман Лашон. Мэм Зайн Ламбет Мазаль, Маком Мазман Лашон. Чтобы быть в правильном месте, в правильное время и говорить правильные слова. Тогда будет Мазаль. Сцельна хэна хэстула хамим. Опять-таки, бэйенеха вэнекозу рэйна, тоже мы это видели, это выражение. Как мы знаем, что мы угодны Творцу, если другие люди, если мы им угодны, тогда тоже Творец нами доволен. Надо, чтобы эти две вещи шли вместе. Тут вместе идти не может, хэнвэхэст, а здесь это обязано быть вместе. Бэйенеха увэнехоль рэйну. В твоих глазах и в глазах всех, кто видит нас. Вдигбелэйну хасадим тувим. Вдишмаколь тахнуныну. Да, услышь голос таханун, это даже что-то больше, чем молитва, это как бы мольба. Таханун, как бы это мольба, мы как бы умоляем. Тишма, чтобы нас услышали, нашу мольбу. Тишма ата, тишма кол ле таханун, такая просьба. Ки, кель шумеа тфила витаханун ата. Потому что ты, ведь ты, да, слышишь молитву, так услышишь даже нашу дорожную молитву, чтобы она нас сопровождала. И в конце есть хатима, баруха та ашем, шумея тфила. Это самая хатима, которая тоже в шмунаесре, в рахе шма кулейну. На этом заканчивается Туфиал Тадырых. Мы сказали, что это молитва, и она может быть намного длиннее. И в самом деле, после этого приводятся еще разные псуки, которые показывают на то, чтобы у нас была по дороге охрана, чтобы нас сопровождала охрана. Эти псуки, не все говорят, не всегда есть возможность такая, но мы на них посмотрим. По крайней мере, чтобы с ними познакомиться, давайте мы их взглянем на следующую картинку. Вот такие псуки, вот такие псуки. Значит, они говорят, вот, в таком порядке. Первый псук так. Пасук из книги Берешит. Тут написано сначала Гиммил Пей. Гиммил Па Амим. Тераз это говорится. Гиммил Па Амим. Гиммил Пей. Опять-таки, я сейчас почувствую, что эти псуки, это не обязательно их говорить. Это как бы добавка. Это добавка. Но в случае, когда человек и так уже едет, ему скучно, ему нечего делать, так он может эти псуки сказать, это очень хорошо, когда нас в пути сопровождают дивература. Это только может помочь. Еще раз. Помимо открытого смысла этого псука, тут еще есть скрытый смысл, например. Видите, это слово РААМ. Тут скрытые ангелы, которые у нас сохраняют в дороге. Рафаэль, Уриэль, Михаэль. Здесь еще один, правильно? Гавриэль еще есть. Где Гавриэль? Гавриэль скрывается в имени дворца. Там скрывается Гавриэль. То есть, есть четыре ангела, которые в этом псуке, в этом стихии, они нас сопровождают. Тут сказано про Маханайм. Рамбан объясняет так, что когда Яков, что он имел в виду, да, что Яков сказал? Он увидел ангелов, правильно? И когда он увидел этих ангелов, он сказал Махане и Лукимзе. Это Махане и Луким. И назвал это место Маханайм. Рамбан объясняет так, что он увидел стан ангелов. И он хотел объединить этот стан ангелов со своим станом. У них тоже были люди с собой. Он хотел сделать как бы вместе, чтобы были ангелы, люди вместе. Почему? Потому что Яков и все, кто были с ним, они так же были преданы к Творцу, как и ангелы. Потому что они похожи, это как бы одна компания. Они все служат Богу. И поэтому это включено в дорожную молитву, чтобы мы как бы чувствовали себя, что мы тоже идем на служение Творцу, прям как ангелы. В этом смысле этого посуда, потому что включено циады дырых. Человек здоровый в пути, он может уподобиться ангелу. Здорово. Другой посуд. Вы, это можете спокойно говорить, конечно, с именем Творца. Это целый посуд, говорится с именем Творца. Такой же послуг есть тоже на армейском, да, его переводят, переводят на армейский. Следующий послуг. Следующий послуг. Еще послуг. И почему важен этот порядок, потому что если мы обратим внимание на первые буквы, смотрите, ламет, вав, юд, гей, да, еще осха, это ламет, потом веги, вав, и вархаха, юд, амалях, ангел. Получается, вместе слово левая, левая, как бы провожат, и нас как будто проводят все эти псуки, все эти герои, да, они, малахим, ангелы, они все, они все с нами в дороге, левая, они все с нами вместе, они нас охраняют. Это как бы такая сгуля, говорить эти псуки перед выходом в дорогу. Есть еще псуки, тут мы их не перевели, они более длинные отрывки, отрывки истории. Все считается, что любые отрывки истории, любое учение Торы, оно само в дороге охраняет. Поэтому тот, кто знает и может учить другие вещи в дороге, это только может помочь. Скажем еще одну вещь в заключении, что в конце брахи мы говорим Баруха Та Ашем Шумея Тфила. И слово Ата, слово интересное, если его разобрать, Баруха Ата Ашем, Ата. Мы привыкли, Ата, Ата, это ты. А на самом деле там скрывается то, что очень интересное, Ата, это три буквы, Алиф, Таф, то есть Ата, это от Алиф и до Таф, от первой буквы до последней буквы, от Я до Я, Ата, Алиф, Таф, Ата, то есть Ата Ашем, ты создаешь все, ты управляешь всем. А почему Хэй в конце? Хэй это пять по гематрии. У нас есть пять областей во рту, из которых выходят звуки. Да, как можем говорить звуки? В звуку выходит горло, есть небо, есть язык, есть зубы, есть губы. Всего есть пять, пять областей, которые издают звуки. Есть гатанные звуки, звуки из губ, зубов, небо, лж, раз, такие, ре и так далее. Так вот, Ашем, он как бы, он все управляет, и с помощью вот этих вот, с помощью букв, которые выливаются в звуки. Есть пять таких источников звуков. Это слово Ата, такой вот интересный, интересный намек, такое объяснение на то, как Ашем управляет миром, с помощью разговора. Ну, всем хорошей поездки. Если много человек едут вместе, то тогда один, как обычно, один говорит в Тфилат Эдерах, и он может всех остальных тоже иметь в виду, все остальные вместе с ним выходят в Тфилат Эдерах. Которые можно сказать Амэн, да, и на Сиат Туа. Хотя ты хочешь учить больше Аллахот Эдерах, Муру Хашем хватает на сайте Толтыш Рун, есть тема Аллахот Эдерах, там все более четко и конкретно списано. Спасибо за внимание, всего хорошего, чтобы нас Ашем оберегал.